Всем большущий привет! Добро пожаловать в Christian Land! Кто подписан на меня минимум с 2018 года, наверное, помнит первые три месяца того самого года, 2018, 25 февраля, в кинотеатр вышла Черная Пантера, первая часть Черной Пантеры. И я думаю, вы прекрасно помните, кто подписан, опять же, на меня с того года, что я выпускал, может быть, около семи видео на тематику Черной Пантеры, по-моему, была неделя, посвященная Черной Пантере, что-то такое, это ровно было четыре года назад, даже чуть больше уже, мне, если честно, не верится, время так быстро летит. И с тех пор, вообще, как только увидел первый трейлер Черной Пантеры, я начал конкретно углубляться в историю данного персонажа, начал читать комиксы по данному персонажу, прочитал там несколько комиксов, и вообще, вот, Черная Пантера в исполнении Чедвига Боузмана, который, к сожалению, ушел от нас, для меня это было, ну, нечто очень крутым. То есть, я от новых персонажей Марвел не так сильно фанател, вот как от Черной Пантеры, от Черной Пантеры я прям был в огромном восторге от фильма, мне он безумно понравился, я ему прям 10 из 10 там поставил мнение на канале, и до сих пор мое мнение остается таким, то есть, это, вот эта фанатская любовь, она никак не связана с тем, что Чедвиг Боузман недавно там ушел от нас и так далее. Она была, и при его жизни мне давно нравился этот актер, и вообще, когда каст состоялся еще в Гражданской войне, мне все понравилось, мне было прям вот мало Чедвига Боузмана в роли Черной Пантеры, потом вышел его сольный фильм, который меня действительно поразил, там еще Майкл Пит Джордан круто сыграл. Да, там в фильме есть свои проблемы, например, с графикой той же, особенно в финальной битве, не знаю, с чем это связано, потому что фильм, ну, сколько он там срывал, миллиард 400 миллионов, многие говорят, что на это есть определенные причины, я с этим абсолютно не согласен, потому что, вот, допустим, я ходил на сеанс 25-го числа, это был четверг, по-моему, четверг, и зал был абсолютно забит людьми, всех, все хотели посмотреть и так далее. То есть, на том же Торе Рагнарёк такого не было. Я прям четко помню, что, ну, 100%. На Капитан Америка 2, Другая война, тоже не было такого, когда я ходил в кино, а вот Черная Пантера, как-то он, ну, трейлерами своей атмосферы, вот этой африканской, очень сильно завлек. И я в 2018 году мечтал о фигурке Hot Toys по Черной Пантере. Я по каким-то причинам ее себе не купил, вообще для меня, ну, в те годы Hot Toys это было нечто, ну, там, недосягаемым, условно говоря, это я сейчас начал коллекционировать Hot Toys, у меня тогда не было магазина, опять же, вот. Но сейчас у меня появилась возможность купить данную фигурку, я себе ее купил. Это была небольшая предыстория, опять же, я думаю, что, ну, кто на меня подписан с 2018 года, прекрасно знает, что значит для меня данный персонаж, и что для меня значит Чедвик Боузман. Я уже показывал браслет Черной Пантеры на канале, шлем Черной Пантеры на канале, лего-наборы по Черной Пантере, Marvel Legends фигурки по Черной Пантере, которые я сегодня тоже покажу, чтобы сравнить, вот. И, наконец, настало время, время кульминации, по сути, данного персонажа. Я думал, что, вот, когда все эти новости грустные по Чедвику Боузману пришли, я спустя время подумал, блин, вот, я, в принципе, купил все, что хотел по Черной Пантере, то есть, у меня вообще все. То есть, я купил это в 2018 году, в 2019, там, в 2020, это шлем Пантеры, это браслет Черной Пантеры, это огромное количество фигурок Фанка, поп, я их показывал на канале. То есть, много всего купил, но одного мне все же не достает для полного, как бы это сказать, чтобы полностью запечатлеть Черную Пантеру Чедвика Боузмана в своей коллекции. Это, конечно же, фигурка Hot Toys, именно ее мне не доставало, и, наконец-то, она у меня. Давайте я вскрою ее, вот, из пленки, вот так она шикарно выглядит. Я думал, что я ее не куплю за более-менее адекватные деньги, но я ее купил за 43 тысячи рублей вместе с доставкой, по-моему, да, 43 тысячи рублей. Тут уже, сами судите, дорого-недорого, я хотел ее, я ее получил, я безумно рад, сколько там уже стоит, мне уже, честно, уже все равно без разницы. Я получил эту фигурку в свои руки и собираюсь вам ее показать. Поэтому это была небольшая предыстория, чтобы вы понимали, что я купил эту фигурку не от балды, не потому, что актер, который исполнял эту роль, там, умер, к сожалению. Это, это любовь, так скажем, к этому персонажу, к этому актеру. Она, ну, с 18, 17 даже года, когда вышел первый трейлер, вышли первые кадры по Черной Пантере. Безумно ждем вторую часть, я не буду тянуть, погнали за стол смотреть эту красоту. И, кстати, если вы еще не смотрели обзор на фигурку Железного Человека, обязательно переходите, смотрите, лайкайте, и потом возвращайте сюда, и смотрите уже обзор на Черную Пантеру. Погнали! Итак, давайте для начала посмотрим коробку, вскроем саму фигурку, и затем уже перейдем к самой фигурке, будем смотреть ее максимально детально, потому что там есть что смотреть, поверьте мне. Итак, дизайн коробки. Как всегда, Hot Toys подходит к нему не менее запарно, чем к самим фигуркам, то есть дизайны всегда уникальные, всегда какие-то интересные и необычные. То есть, конечно же, есть огромное количество других фигурок по типу Hot Toys, но красивее коробок, чем у фигурок Hot Toys, я не видел. Здесь у нас вот такой логотип, по сути, Черной Пантеры, его голова, название, понятное дело, логотип фильма, конечно же, Hot Toys. Здесь у нас пометка о том, что в комплекте идет специальная световая штука светящаяся, которую я тоже, конечно же, сегодня покажу. Сбоку у нас тут тоже логотип Черной Пантеры, здесь у нас различные примечания, сертификация о подлинности, об оригинальности фигурки и так далее. С этой стороны тоже Черная Пантера. Давайте потихонечку вскрывать. Все это вскрывается как iPhone, я бы так сказал, ну если вы понимаете о чем я, то есть вот так вот поднимается вверх коробка. Такс, подкладываем. Здесь у нас как раз таки перечень всех тех людей, кто работал над данной фигуркой. Чтобы вы понимали, сколько здесь человек, может быть, 15 работали над одной фигуркой Hot Toys с Черной Пантерой. То есть да, вот такие вот запарные Hot Toys ребята, что столько человек работают над одной фигуркой. Итак, давайте дальше вскрывать. Достаем саму фигурку, точнее часть упаковки. Давайте откладывать сюда. Здесь у нас как раз таки идет вот эта инсталляция. Я ее чуть позже тоже раскрою, тоже покажу. И вот так выглядит у нас уже сама фигурка. Давайте я вам покажу ее. Аккуратно ее вскроем. О, у меня все повылетало. Ну, в принципе, я не мог открыть спокойно, нормально, без каких-либо приключений. К сожалению, они есть. Так, что у меня упало? Все, я нашел эту детальку. В общем, все выглядит вот так. Я сажусь в более-менее нормальный ракурс для вас, чтобы вы четко все видели. И вскрою эту фигурку и, наконец-то, вам ее покажу. Выглядит все пока что потрясно. Итак, я вытащил все из коробок. Давайте по порядку, что у нас идет в комплекте. Во-первых, это две колонны с ультрафиолетом. Мы это чуть позже обязательно посмотрим. Эффекты на костюме. Обязательно без этого никуда. Провод, конечно же. Там можно вставить батарейки или можно как раз таки через провод. Кто не смотрел обзор на фигурку Человека-паука, на моем канале тоже Hot Toys Mark IV по игре. Вы помните, что там были подобные колонны, но об этом чуть позже обязательно поговорим. Дальше у нас идут запасные шарниры. Они, кстати, мне уже пригодились в одной фигурке, потому что когда руки немножко, ну, вы поняли, кривые, так скажем, как у меня, то запасные части очень даже кстати. Вот такая вот черная штука. Я пока не понимаю, зачем она нужна, но обязательно по ходу разбора, обзора разберусь. Дальше у нас идет подставка. Я уже ее тут подсобрал. Вот эта вот штука, опять же, как у Железного Человека. Если вы не смотрели обзор на предыдущие Hot Toys фигурки, почему вы не посмотрели? Посмотрите обязательно. Тут у нас логотип фильма. Очень красивый логотип самого персонажа. Посмотрите, здесь у нас черная пантера. Здесь как раз таки вот эти соединения для вот этих двух колонн тоже обязательно посмотрим. Давайте пока отложим. И давайте перейдем сразу к аксессуарам. Получается, у пантеры на руках уже есть две кисти. Это два кулака. Дальше у нас идут еще пять дополнительных кистей. Первая. Вот такая вот. В принципе, такая прям классическая. Просто кисть черной пантеры. Очень продетализирована, очень качественно все сделана. Учитывая, что фигурка вышла анонсирована в 2018 году. Вышла она, по-моему, в 2019. Я с 2018 года так мечтал о ней. И вот она наконец-то у меня. Мне прям не верится, что я сейчас ее обозреваю. Это как-то все так быстро прошло эти годы. Жесть, короче. Очень быстро все прошло. Вот такая вот есть кисть. Так, дальше у нас какая есть. Дальше вот эта кисть, она одна. То есть второй пары такой нет. Она предназначена для оружия. Я все это обязательно покажу. Это будет очень красиво смотреться. Очень по-вакански, так скажем. Ну, еще вот такая вот кисть. То есть, в принципе, не так уж и много. Но все самые нужные они есть. Дальше у нас идет вот такая вот штука. Это, в общем, сменные глаза для шлема. Чтобы были видны глаза самого героя. Тоже очень красиво смотрится. Прямо глаза как будто настоящие. Как они это делают, я не понимаю. И, конечно же, самый главный аксессуар. Самое главное, это, конечно же, скульпт Чедвига Боузмана. Посмотрите, насколько круто, реалистично. И, блин, у меня вообще нет нареканий. Вот, допустим, у них есть иногда проблемы. Они могут сделать не очень. Вот, допустим, с Харли Куин. Любой вообще. Вот, посмотрите, любую фигурку Харли Куин Hot Toys. Вам скульпт, я вас уверяю, не понравится. В этом случае они сделали вообще великолепно. И мне даже как-то не по себе. То есть, настолько... Ну, просто посмотрите. Это невероятно. Просто невероятно. Я прям безумно рад. И прическа, и глаза. Вот, самое главное, глаза. Ну, в общем, шикарный Чедвиг Боузман. Он мог сыграть и в Черной Пантере 2, и 3, и 4, и еще в одном кроссовере Мстителей. Но, к сожалению, не довелось. Очень жаль. Очень жаль. Но, я очень рад, что у меня есть куча атрибутики. Я влюбился в этого персонажа с самого начала. Мне вообще Чедвиг Боузман еще... Какой же фильм я с ним смотрел до Черной Пантеры. И когда его объявили, короче, в гражданскую войну на роль, я был безумно рад. Потому что нельзя представить ни одного персонажа, который... Героя там... Который настолько бы подходил Чедвигу Боузману, как Черная Пантера. Не знаю. Но он сам об этом говорил, что... Ну, он, по сути, и есть Черная Пантера. То есть, это реально в его крови... Это здорово. То есть, он воплотил персонажа просто идеально. Надеюсь, в Черной Пантере 2 все сделают грамотно, красиво, почтят его память. Но об этом уже были слухи. Поэтому будем ждать. В общем, скульпт офигенный. Что-то я немножко отошел от темы. Но все же это... Надо было об этом сказать. Голова что-то падает. Так, вроде все вам показал. И, конечно же, сама фигурка. Давайте я сейчас вот приподниму камеру. Вот так вот. Да, я думаю, вам уже видно. Насколько это круто и интересно все смотрится. Посмотрите. Я сейчас сниму ему все пакетики. Потому что я снял только с левой руки. Сейчас все сниму и к вам вернусь. Итак, я распаковал этого красавца от скотча и прочих всяких штучек. В общем, на первые... На первые ощущения, первые вообще эмоции от фигурки. Во-первых, мне, наверное, как и каждая фигурка Hot Toys, все кажется максимально хрупким. Как будто все отвалится и так далее. Я уже понял, что вот с этими вставками пластмассовыми, которые покрашены под такой металлик, с ними надо максимально аккуратно. Потому что я видел в одном обзоре у чувака, я очень давно смотрел, у него отвалилась одна из этих штучек. Я, кстати, уже так чуть-чуть потрогал. Несколько. И они, ну, либо плохо приклеены, либо, я не знаю, либо мне так как-то попалась какая-то такая фигурка. В общем, не знаю. Но они максимально хрупкие. Но в целом это не какая-то большая проблема. Опять же, всю проблему решает суперклей. Можно аккуратно, максимально аккуратно все приклеить в случае чего. Но я особо ее не собираюсь в сотню поз ставить и так далее. Потому что, блин, я эту фигурку очень-очень сильно хотел. И ее сломать мне только этого не хватало. Вот эта ткань, которая сверху, по сути, на теле героя, получается, она очень тоненькая. Я думал, что она будет такая же плотная, как костюм Человека-паука, например. У того же Майлса Моралеса довольно-таки такой плотный материал. Здесь он безумно тоненький. То есть ты его берешь, и он прям тоненький-тоненький. Меня это немножко смущает, потому что, опять же, я переживаю порвать что-то и так далее. Это будет не совсем круто. По телосложению, по вообще визуальному образу данной фигурки, конечно, один в один с персонажами из фильма, что, конечно же, радует. В принципе, за такую цену еще бы, да, казалось. За сколько она стоит, я не знаю. Но она мне обошлась тысяч, может быть, в сорок... Может, в сорок три тысячи она мне обошлась. Где-то так, в общем, если в рублях. В сорок три тысячи рублей будем брать вот так вот. Вот, как бы за такие деньги, понятное дело, еще бы он не был бы похож. Швы сделаны добротно, то есть нигде ничего не торчит. Опять же, с этим нужно максимально аккуратно. Я думаю, если у вас есть фигурки Hot Toys, то вы прекрасно меня понимаете, насколько это стрёмно и так далее. Итак, давайте начнем смотреть. В принципе, визуально костюм, понятное дело, весь черный. С серебряными вот этими вставками. Они все, как я уже сказал, пластмассовые. И где-то немножко хлюпкие, что ли. То есть у меня есть такие небольшие опасения, что это все может отвалиться рано или поздно. Но, опять же, это не такая уж и большая проблема. Главное, саму фигурку не сломать и не переусердствовать с какими-то позами, потому что это все может обернуться плачевно. Потому что такие фигурки, которые, по сути, полностью покрыты в одну единую ткань, где-то сшиты, где-то нет, с этими фигурками нужно максимально безопасно себя вести. Итак, давайте начнем. Аксессуары я вам в целом все показал. Вот это оружие, наверное, я вам толком не показал. Вот так оно выглядит, такое ваканское оружие. Мы тоже обязательно посмотрим. Я тоже обязательно ему все это установлю. Итак, давайте, пожалуй, начнем с точки артикуляции. Я буду максимально аккуратно это все смотреть. Надеюсь, вы меня поймете. Я не собираюсь ее, как фигурку Marvel Legends, знаете, ее там вдвое сгибать. В этом нет никакого смысла, потому что особо, как я уже сказал, играться я с этой фигуркой не буду. Позы какие-то нереальные там в прыжках тоже придумывать не буду. Просто максимально, просто его поставлю как-нибудь вот так, да и все. Ну, в общем, посмотрю. Обязательно вам как-нибудь фоточку в Телеграме выложу в магазины, либо в Инстаграме. Хотя, кто сейчас в Инстаграме сидит, не знаю. В общем, погнали к точке артикуляции. Понятное дело, голова у нас тут великолепно крутится. Она у меня уже, походу, отваливается здесь. Максимально вниз она опускается вот так. Вверх поднимается. Максимально вот так. Это особенность данной фигурки. С ней особо, опять же, не поиграешься. Голова немножко хлюпкая. Смотрите. Видите, какая тут штука? То есть, мы, по сути, снимаем вот так вот голову и одеваем ее на эту штуку. Так, давай, одевайся. Ну уже. То есть, я такого не видел, если честно. Поэтому, в принципе, голова так сильно не уходит назад. Сейчас я одену. Это что ж такое? Все. Одел, наконец-то. Вот. С головой все ясно. Особо ее, конечно, не покрутишь, но ничего страшного. Итак, погнали руки. Здесь у нас, конечно же, фиксаторы. Они довольно-таки мягкие. То есть, из щелчка не слышно. Но рука поднимается очень хорошо вверх. Прям тут, конечно, вот эти надломы на ткани. Их лучше вообще всегда избегать, потому что ткань тянется. И если, допустим, его оставить на долгое время вот так, ну, условно говоря, да, то потом, когда вы согнете сюда, обратно руку, она у меня уже растянулась, чтобы вы понимали, то ткань будет такая растянутая, и это не совсем будет красиво смотреться. Сгиб в локте максимальный у нас вот такой вот. То есть, довольно-таки нормальный. У него такая прям бицуха тут хорошая, ну, понятное дело. Кисти у нас, понятное дело, крутятся во все стороны. Они особо тоже не сгибаются. Но я думаю, если одеть какую-нибудь вот такую, то в целом будет нормально смотреться. И так даже не придется куда-то кисть выкручивать. Давайте смотреть туловище. Тут, кстати, вот я про шивы сказал. Но вот, допустим, здесь сбоку шивы не очень. Сейчас я вам покажу. Я думаю, вы видите. Как-то вот, что-то они как-то не очень здесь сделали. Давайте туловище смотреть. Максимально сгибается вперед фигурка вот так. Назад. Назад более сильно. Но, опять же, очень сильные изломы на ткани. И я не советую этого делать. В принципе, я лично этого делать не буду. Ее так сильно сгибать не буду. Лучше его в каком-нибудь таком прямом положении, чтобы ткань везде равномерно распределялась, чтобы ничего нигде не помялось и не порвалось. Так, давайте смотреть ноги. Опять же, очень стрёмно. Везде ткань такая хрупкая. Вы себе даже не представляете. Вот здесь уже надрывается. Я больше шпагата делать не буду. Это максимум. По ткани это максимум. Возможно, можно больше. Кто-то будет играться, но лично я играться точно не буду. В колене у нас вот такой вот сгиб возможен. Здесь у нас прям очень сильно надрывается. Вот прям стрёмно. Гольностоп тоже крутится. Носок, понятное дело, тоже с точки артикуляции. Посмотрите. Куда без этого? Даже у Железного Человека то же самое было, чтобы у Черной Пантеры этого не было. Такое невозможно. По точкам артикуляции, наверное, все. Я надеюсь, вы меня поймете. Просто я сейчас могу доиграться, так скажем, и где-то порвать ткань. Для меня больше важна визуальная составляющая и поза, в которой я могу ее поставить. Допустим, немножко экшен, но не слишком, чтобы не порвать, опять же, ту же самую ткань. Опять же, по визуальной составляющей. Очень мне нравятся его ботинки. То есть они прям тут такие массивные-массивные. Посмотрите. Они прям массивные. Он, в принципе, так и одевал их. Если вы помните. То есть он в них вставал, и они вокруг уже ноги одевались. Они такие прям массивные. Видно, что если он наступит, то нигде не проколит ногу или еще что-то. Но, опять же, понятное дело, костюм из вибраниума. О чем тут вообще можно говорить? Кинетическая энергия, все дела. Опять же, мы этот эффект посмотрим совсем скоро уже. Сейчас я вытащу эти колонны и так далее. Шлем. Шлем. У меня есть шлем. Я его показывал на канале от Marvel Legends. Шлем Черной Пантеры. Если вы не смотрели, я вообще оставлю в подсказках плейлист на Черную Пантеру. И по ссылке в описании сможете перейти посмотреть. Там множество видосов, посвященных Черной Пантере. Вообще, я выиграл конкурс, который был посвящен, как раз-таки приурочен к фильму Черная Пантера. Marvel Russia. В своем инстаграме проводили. Я что-то там какие-то действия сделал. Я уже не помню. Что-то в сторис опубликовал. И выиграл. Мне подарили там сумку Черной Пантеры. Мне подарили флешку в виде головы Черной Пантеры. Короче, куча всего интересного. Толстовку офигенную, на которую я впоследствии пошел на фильм. В общем, офигенно. Очень круто, что я выиграл. Итак, голова. Давайте сменим голову. Посмотрим, как это все будет смотреться. Потому что у меня таких фигурок еще не было, у которых... Так, давайте вот так вот поставлю. У которых вот такая вот штука есть. Опять же, вы знаете, вот этого стыка, стыка, где глаза, его даже не видно. Вот так. Получается вот такая вот отдельная черная штучка. Мы ее оставляем пока здесь. И... Вот так. Так, и теперь вот это, вот это уже смотрится. Вот мне так гораздо больше нравится. Я его прям вот так поставлю на полку. Как-нибудь в такую вообще офигенную позу. Типа, что-то я жив или что-то такое. В общем, вы помните этот момент из фильма. Я сейчас его вставлю обязательно. Вы посмотрите. Я его поставлю в какую-нибудь такую позу. Очень интересную. В общем, про костюм я, наверное, все сказал. Пресс здесь у нас, конечно же, виден. Про вот эти серебряные вставки тоже сказал. Давайте посмотрим подставку. Потому что на подставку я его еще не ставил. И вообще у нее подставка вот эта максимально какая-то странная. Честно. Ну, как-то вот так вот будет смотреться. Давайте вот так вот вам упущу. Посмотрите. Вот так это все смотрится. Есть вот фигурки, которые ты... Вот Hot Toys, да? Это моя уже четвертая фигурка. Четвертый обзор. Вроде как. Если я не сбился. По-моему, четвертый, да. И я с каждым разом удивляюсь, как я раньше вообще не то, что выпускал с виду, но просто, блин, ну, это стоит того максимально. Вот особенно, когда ты настолько привязан к персонажу, когда он тебе действительно важен, персонаж, который тебя многому научил, там, тот же фильм «Черная пантера», да, многие его критикуют. Но я извлек огромную пользу, множество уроков из этого фильма, и для меня уже фильм крутой, потому что он мне что-то дал, понимаете, о чем я. Вот, поэтому не понимаю людей, которые критикуют, потому что там много философских моментов, правильных поступков персонажей и так далее. Это все очень круто, визуально, и, ну, это офигенный фильм. Не знаю, что кому не нравится, но мне безумно нравится. В общем, Чедвик Боузман, посмотрите, он, это «Черная пантера» просто великолепен. Я мечтал об этой фигурке Hot Toys, и вот она у меня. Сейчас я буду распаковывать колонны, и мы посмотрим с вами эффект на костюме, который меня тоже должен, по идее, поразить. Посмотрим обязательно, как это смотрится. Для вас секунда, для меня минут, наверное, пять, пока я все настрою. Итак, я установил эти самые колонны. Сейчас мы обязательно включим подсветку. Во-первых, про сами колонны. Они довольно-таки легкие, их максимально легко установить к подставке. Все максимально просто подсоединяется, провода, не провода. Все, в общем, предельно ясно. Я подключил через провод к ноутбуку, и, как оказалось, подсветка работает. То есть, я думал, она не сработает, потому что потребуется какое-то определенное количество и мощность энергии. Но, в общем, оказывается, все работает. Видимо, не такая требовательная уж эта подсветка. Итак, во-первых, просто взгляните, насколько это смотрится офигенно. И даже без подсветки. Вот просто посмотрите. Во-первых, сами колонны изрисованы вот этими всякими ваканскими узорами красивыми. В общем, смотрится очень футуристично и красиво. Я ему решил надеть, кстати, маску, шлем, потому что, мне кажется, с подсветкой будет именно со шлемом круто смотреться. Я, кстати, разобрался, как менять как раз-таки вот эту вот штучку с глазами. И вот как раз-таки в этом помогает вот эта штучка черная. Я обязательно вам покажу. Мало ли у кого-то, кто купит себе такую фигурку Hot Toys и как раз смотрит этот обзор, чтобы понять, как менять вообще глаза. В общем, смотрится все максимально здорово. Эта подставка как вообще, как никогда, кстати, подходит вообще этой фигурке. Данная, кстати, подставка, вот данная вот эта вот штучка, которая держит фигурку, паз, пазы, что-то такое, короче. Подставка, кстати, очень удобная. Вот, допустим, у Железного Человека она такого же принципа. Я имею в виду вот эту штуку, которая держит саму фигурку. Здесь она подходит. А вот в фигурке Железного Человека, мне кажется, там нужна была вот такая вот захватка, которая как у Человеков-пауков у меня есть. Вот, потому что, ну, как-то с Железным Человеком его не... У меня лично не получается поставить его в полете. Но тут все идеально. Идеально. Просто я... Фу. Честно скажу, я, наверное, это говорю каждый обзор на Hot Toys, но это моя любимая фигурка Hot Toys. Сто процентов. Я сейчас включу подсветку, и вы еще поймете, почему. Я прям специально вот так немножко приглушу свет. Вот так вот. Вот так чуть-чуть. И сейчас пойду и включу подсветку, чтобы вы убедились, насколько это красиво. Взгляните. Просто взгляните на эту красоту. Я надеюсь, камера передает этот эффект, который появляется на костюме. Он довольно-таки интересный. Во-первых, большинство вот этих узоров, они сосредоточены, конечно же, на шлеме. Но по всему костюму как раз-таки вот этой краской проделана вот эта штука. И это смотрится невероятно красиво. То есть это просто офигенно. Я когда впервые вообще увидел, я подумал, что это просто промо фотографии фигурки. В фотошопе там добавили вот эту подсветку костюма и так далее. Но потом, когда я понял, что это оказывается наяву, и правда можно себе на полке устроить такое, то я прям очень сильно обрадовался и сказал себе, что когда-то я себе эту фигурку обязательно куплю. И вот я ее наконец-то купил и заполучил. В общем, по всему костюму как раз-таки вот эти иероглифы. Я думаю, что вам сейчас четко, ясно и круто видно. Безумно красиво, безумно круто. Я прям, ах, как же я рад, что заполучил эту фигурку к себе в коллекцию. В общем, в принципе, я вам показал всю фигурку. Я сейчас вам обязательно покажу эту штуку со шлемом. Вот сейчас вы видите вставку, я обязательно приложу, покажу вам, как это все меняется, чтобы вам было понятно понятие механизм. Я с каждой новой фигуркой Hot Toys узнаю какую-то новую их технологию, которую могу использовать потом в следующих фигурках и заниматься по несколько десятков минут с той или иной фигуркой. Вот. В целом, конечно же, ну, я не могу сказать ни одной фигурке, там, 9 из 10 или 8. Ну, действительно, 10 из 10. Мне кто-то писал, чувак, у тебя все 10 из 10. Согласен, у меня часто бывает десятка, но в этом случае тут все абсолютно оправдано. Я прям безумно рад. Объясню еще раз. Я полюбил этого персонажа еще с Гражданской войны. Мне безумно понравилось. Я безумно ждал сольник. Я кучу себе всего накупил. Сейчас, кстати, вам покажу как раз-таки фигурки Marvel Legends. Ну, не в сравнении, просто рядом. Вы посмотрите, как это смотрится. Вот. Вот. И получается, это является кульминацией всего того, скажем так, стафа, который у меня есть по Черной Пантере. Потому что тут не хватало только фигурки Hot Toys. Вот именно Hot Toys Черной Пантеры. На данный момент я задумываюсь о покупке Золотого Ягуара и Чаки, отца Черной Пантеры. Пока что не знаю, брать, не брать. У меня есть небольшие сомнения. Вот Чака мне очень нравится, но Золотой Ягуар как-то, ну, не знаю. То есть у меня есть небольшие сомнения по нему. Короче, у меня на этот год запланировано большое количество фигурок Hot Toys. Я вам обязательно их всех покажу. Вам стоит подписаться на этот канал, если вы любите эксклюзивные штуки. Скоро я еще помимо Hot Toys, помимо Фанка и всего прочего покажу еще кое-что очень крутое. Поэтому, поверьте, стоит подписаться на канал, прожать колокольчик и наставить кучу-кучу лайков и комментариев под этим видео. Это ускорит процесс выхода нового обзора на фигурки Hot Toys. И вообще, напишите в комментариях, что бы вы хотели видеть побольше на канале. Я обязательно это учту и обязательно буду выпускать как можно больше всего интересного. В общем, это был обзор на фигурку Черной Пантеры от Hot Toys. Спасибо каждому, кто посмотрел это видео. Вы большие молодцы. Я вам безумно благодарен. Спасибо, что дотерпели мою болтовню. В общем, всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok